Друзья, добрый вечер. Пока вы к нам присоединяетесь, я скажу несколько поступительных слов. Напишите, пожалуйста, в чат, все ли хорошо видно, все ли хорошо слышно. Меня зовут Мария, я продюсер школы Бэнд и продюсер курса мастерская поэзия и суммарайсинга. И сегодня мы приветствуем вас на открытой лекции к этому курсу «Как поэту читать чужие стихи, чтобы лучше писать свои собственные». Я буквально несколько слов скажу про курс и про школу, и после этого передам уже слово нашему сегодняшнему замечательному лектору. А пока можно, пожалуйста, в следующий слайд. Да, как я уже сказала, лекция проходит к курсу мастерская поэзии и суммарайсинга. Вы видите там ссылку для записи, и в конце еще я дам небольшой подарок от школы Бэнд. Это будет дополнительный промокод на скидку. Курс у нас стартует 30 октября. И на курсе вы научитесь писать тексты поэтические, работать с музыкой и в целом поймете, зачем поэзия нужна в жизни каждого человека. Можно, пожалуйста, в следующий слайд. Я коротко расскажу о школе. Школа Бэнд – это школа писательского мастерства. Мы на рынке уже 9, почти 10 лет. Последние 5 из них мы работаем онлайн. Мы разработали более 24 программ. Мы создали свою уникальную методику обучения. Каждый год у нас проходит более 7000 студентов, и большое количество наших студентов потом публикуются в журналах, в издательствах. Наша сильная сторона и большой акцент в том, что всегда курсы у нас идут с большим упором на практику. То есть вы не просто слушаете лекции, вы еще получаете рекомендации от редакторов-издательств, от писателей, от поэтов, от людей, которые действительно имеют отношение к индустрии. Можете, пожалуйста, дальше. Да, еще немножечко скажу о курсе. Курсы, как я уже сказала, стартуют у нас 30 октября. На курсе у вас будет 6 мастер-классов с современными поэтами и один вебинар с разбором текстов для тарифов автор и профи. Вы получите деликатную обратную связь от редакторов-авторов курса, и в конце напишите либо свой цикл стихотворений, либо песен на курсе. Текст небольшой по итогу курса, либо и то, и другое, если вы хотите заниматься этим и другим. И в конце лучшие тексты будут опубликованы в сборнике поэзии «Школа-бэнд» в формате «Полный яблок». Можно дальше, пожалуйста. Да, коротко расскажу у нас три наших замечательных преподавателей. Это четыре человека. Это Ольга Лишина, поэтесса, прозаик, писательница, автор текстов группы «Мельница», которую, возможно, вы слышали и знаете. Она будет вести лекции, которые связаны на сонгайзингом. Наши замечательные сегодняшние ведущие лекции – поэт, критик, редактор, тариф и профи Алексей Колесниченко, которого я сейчас еще подробнее чуть-чуть представлю. Также Оксана Восякина, которая проведет гостевую лекцию, писательница, эссеиста, пиетесса. И Елена Погорелая, литературный критик, редактор журнала «Вопросы литературы», филолог и поэт. Можно дальше? Да, и просто передаю слово. Да, Алексей Колесниченко, наш сегодняшний лектор, поэт, критик, редактор тариф и профи. На тарифе профи вы будете получать индивидуальную обратную связь от Алексея. Публиковался в журналах «Волга», «Подъем», «Вомослов», «Втаволга», «Большой послужной список». И сегодня Алексей расскажет вам, как же читать свои стихи. И я еще коротко скажу последний технический момент. Во-первых, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте их в чат. В конце я все вопросы озвучу Алексею, и мы на них ответим. И да, запись лекции будет, вы получите ее завтра на почту, так же, как и презентацию сегодняшнюю. На этом я еще отправлюсь сейчас в чатик быстренько ссылку на курс. И так, сошусь к вам в конце, скажу про промокод и задаю вопросы. Пока, Алексей, даю слово. Спасибо. Добрый вечер, коллеги. Меня слышно, видно сейчас хорошо? Кивните, если да? Да, все хорошо. Все, отлично. Да, но тут есть какой-то посложной список. Родился, учился и т.д. Все это на самом деле не так важно, как то, что я занимаюсь всем этим уже где-то 15 лет. И когда мне предлагали эту лекцию, естественно, как у филолога возникает сначала желание поговорить с точки зрения филологии, академические читательские практики, подходы к поэзии и прочее, и прочее. Но я все-таки не университетский профессор, а практикующий человек. И доступ к киберленинге и учебникам филологического факультета у вас всех и так есть. Поэтому хочу рассказать в первую очередь о том, что за 15 лет я понял сам об этом всем. Первое, что мы, как коллеги, должны, наверное, сделать, задумываясь о том, зачем вообще читателю нужна поэзия, это забыть, что у поэзии, как предполагают выпускники историко-филологических факультетов классических гуманитарных вузов, кем и я, собственно, являюсь, забыть о том, что у нее есть какая-то профетическая воспитательная функция. Забыть об этом и отстать от читателя и сказать ему спасибо большое за то, что он нас вообще читает. Потому что, будем честны, читатель нам нужен больше, чем мы нужны читателю. Потому что поэзию нельзя читать для развлечения. Особенно в мире, где для того, чтобы развлечься, достаточно глаза с утра просто открыть. То есть утром соцсети открыл, везде сплошные развлечения. На улицу вышел, там вывески висят симпатичные, пришел в бар, там еще и музыка играет классно, и в целом можно вообще жить на автопилоте. А читать стихи — это действительно работа. Причем это та работа, которая как раз от этого автопилота нас и спасает, которая снимает с нас автоматичность сознания, которая заставляет нас выходить за рамки повседневности. Причем читать стихи невозможно с помощью тех же слов и тех же глаз, которыми ты смотришь тикток. Для этого нужны и другие слова, и другие глаза. И парадокс здесь заключается в том, что отрастить эту самую дополнительную пару глаз помогает именно поэзия. В каком-то смысле она сама себя нашими глазами создает. И в этом процессе внутри его сама себе в нас, внутри нас, создает инструмент для прочтения себя. Простите, если непонятно, мы об этом всем будем говорить еще дальше подробнее на курсе. Читатель поэзии вообще в целом — это существо очень специфическое. Во-первых, из-за всего вышеперечисленного, из-за того, что ему приходится все это про себя понимать. А во-вторых, потому что настоящий увлеченный читатель поэзии ищет не то, что его развлечет, а то, что его посильнее ранит. То, что сделает ему больненько. Поэт — еще более специфическое существо. Ему нужно эту боль с кем-то разделить другим. Желательно с другими. И чем больше этих других, и чем больнее им, тем ему легче самому. Поэт вообще маньяк на самом деле жуткий. Чаще всего. И процесс этот достаточно жуткий. Если посмотреть на него со стороны, а не изнутри. Не с точки зрения увлеченного читателя, а еще более увлеченного писателя. Но парадокс в том, что и поэту, и читателю от этого болезненного процесса становится очень и очень хорошо. Иначе бы ни те, ни другие этим не занимались. Хочу прочесть вам стихотворение, которое, мне кажется, отлично все это иллюстрирует. Замечательный текст Геннадия Каневского, прекрасного поэта. Вот человек, он должен быть бесчувствен. Он должен быть единственным на свете. Бродящие меж образов искусства, больные раком, люди Джакометти, ему должны быть как былинки в поле. Иначе он сойдет с ума от боли. Вот я, едва передвигаю ноги. Мое лицо желтее спитого чая. Но сколько счастья я в себя вмещаю. И сколько я дерьма в себя вмещаю. Я ничего не говорю о Боге. Пусть будет он фигурой умолчания. Мы с вами не просто читатели, да? Мы с вами еще и сами поэты, я надеюсь. А тот, кто еще не готов назвать себя этим словом, приходите на курс. Это не реклама. Это действительно будет достаточно подробный разговор о том, что такое поэт, и почему это слово вообще можно использовать к самому себе. Небольшое лирическое отступление сделаю здесь. Мне его использовать всегда стыдно. Потому что назвать себя поэтом, это значит поставить себя в один ряд с теми, кто. Что кто? Каждый решает для себя сам, да? Евгений Будемович начал один из своих хрестоматийных текстов словами «Я не поэт, да и разве бывают живые поэты?» Тоже показательно, да? И в целом есть какой-то очень большой пиетет перед этим словом. И не хочется себя им иногда называть, потому что я просто не поэт, я пишу стихи. Но так или иначе, мы находимся в социальном контексте, где человек, который пишет стихи, если он при этом пишет их не в коммерческих целях, а в качестве рекламных слоганов, скорее всего, тем или иным кругом читателей будет называться поэтом. Поэтому, может, поэтому вырастил сына поэтом. Поэтому нам с вами придется с этим мириться. Так вот, давайте поговорим о том, как поэты читают чужие стихи. Итак, мне нравится, мне удобно разделять типы восприятия поэзии, да, чтения на несколько типов. Первый — это интерес, заинтересованность. Это когда, несмотря на то, что вы ходили в школу, и у вас там был курс литературы, вы знаете, что Есенин был не последним русским поэтом. И даже Твардовский не был последним русским поэтом. После них был как минимум Бродский. Да и Бродский, в общем-то, не был последним русским поэтом. И те, кто увлечен и заинтересован в этом, периодически в интернете аж поняют других и говорят им о том, что почитаю уже других поэтов. В какой-то момент цитирование Бродского везде и всюду стало общим местом, а затем, как и любое общее место, стало мавитоном. Если вы с этим интересом живете достаточно долго и регулярно его удовлетворяете, у вас начинается ломка. Вы хотите все больше знать и больше понимать. И в этот момент список ваших любимых поэтов, авторов, начинает постепенно расширяться. Активный интерес постепенно перерастает в начитанность. А начитанность не позволяет вам фиксироваться вот в этом списке любимых поэтов, которые доставляют вам наибольшее удовольствие или наибольшую боль или то и другое. И в какой-то момент те, кого вы давно читаете, начинают вам жутко надоедать. Вам кажется, что вы их перерастаете. И не только потому, что вы там подражали им, когда начинали сами писать стихи. Невозможно перерасти чужой стиль. Но можно перерасти набор эмоций и тем, которые с помощью этого чужого стиля, чужого для вас, изложены. И это совершенно замечательно, потому что так и есть. Вы действительно перерастаете эти темы и эмоции. Вам хочется от поэзии большего, чем вам может дать то, к чему вы уже привыкли. Ваши вкусы в сфере пеют, как говорит Сергей Гондлевский. И у вас здесь появляется задача успевать за сверепением собственного вкуса. Для этого вам приходится находить другие подходы к литературе. Более изящные, иногда более странные, иногда более острые, иногда более болезненные. Я буду возвращаться к этому слову. Вам приходится находить другие поэтики, на которых вы можете концентрироваться и которые будут вот этого читателя внутри вас развивать. а через читателя и писателя, соответственно. Здесь за начитанностью у вас начинает формироваться уже некоторая экспертность. Пусть она будет не академической, но она будет читательской, она будет вашей собственной литературой. Потому что для того, чтобы новые поэтики, найденные вами и разработанные вами, самому себе объяснять, в них нужно разобраться самому. А это не так просто. Потому что для того, чтобы понять стихотворение, например, Дмитрия Гаричева или Льва Аборина, или подставьте любую фамилию поэта, которого вам сложно читать, для того, чтобы их понять, нужно не просто прочитать и получить удовольствие. Хотя, в принципе, этим можно ограничиться, если сам текст позволяет к себе вот так вот относиться на таком уровне. Вам нужно этот текст разобрать на контексты, вычленить из него детали, понять, почему эти детали сложены именно так, а не иначе. Потому что чем поэзия у нас отличается от прозы, от обыденной речи. В ней очень важна позиция слова внутри текста относительно других слов. Посмотреть, из чего этот текст состоит, выделить главное и побочное, посмотреть, что эти составляющие этого текста вообще порождают, когда они оказываются этим текстом, связаны друг с другом, а не просто у вас болтаются в голове, как отдельные слова, как свободные радикалы. В итоге, разобравшись в этом тексте, вытащив, вычленив и выигрыши из него столько, сколько вы, в принципе, из него способны достать, потому что всегда можно больше, любой текст неисчерпаем, вы поймете, что сейчас вот вы поняли, допустим, стихотворение Дмитрия Гаричева. А вот стихотворение Михаила Лермонтова, в котором были те же самые образы, которые в этом тексте использовал Дмитрий Гаричев, вы понимать абсолютно перестали. Вот здесь вот есть стихотворение, которое прекрасно отражает этот происходящий внутри процесс. Кира Фрагер. Собрался слова послагать, а слова мне такие. Мы больше не можем слагаться, мы стали другими. В нас что-то словалось, сымтали слагими, друвами, другими словами. Видите, в этом тексте, в этом стихотворении вы идете в привычную ситуацию, собрался слова послагать. Ну что, может быть, проще для поэта, да? А привычные инструменты, которые были у вас для этого в руках, вдруг ломаются на куски. А потом все снова становится на место в последней строке. Потому что аналитическая рамка, с которой вы подходили к этому тексту, лермонтовскому, да, или какому-то другому в школе, она выросла за счет того, что вы стали начитанным и экспертным. И теперь, когда вы смотрите на текст Лермонтова, который был для вас абсолютно прозрачен и понятен, как вам казалось, вы смотрите на него, а у вас уже другой угол зрения, совсем другой. И вам совершенно непонятно, что с этим делать. Вы начинаете видеть у Лермонтова те же связи, что у Киры Фрегер. Хотя вам изначально кажется, как бы, что их там быть не может, они там не предусмотрены, их там просто нет. Но они есть. Почему? Потому что у вас в руках, у читателей, теперь есть не только молоток и долоток, которые вам в школе дали, но еще и лобзик, который вы сами для себя открыли. А скоро появится что-нибудь еще новое, когда вы разберете еще какое-нибудь стихотворение, которое вам до этого совершенно казалось неясным. Это звучит как достаточно жутко сложная работа, но это неправда. А правда в том, что если вы внимательный читатель, вот это вот все вы делаете абсолютно бессознательно. И все, что нужно, чтобы этот процесс экстраполировать на любой текст, это закопаться поглубже в собственную голову и вербализировать происходящее в ней в тот момент, когда ваше сознание занято чтением стихотворения, когда оно ускорено на максимум. Бродский говорил в Нобелевской речи, что поэзия – это лучший ускоритель сознания. Неточная цитата. Очень важно внутри этого процесса читательского остановиться и послушать себя. Не менее важно, чем в процессе письма. Мы этим еще тоже займемся. мы говорили о том, кто такой поэт, как читатель, да? И вот тут вот мы должны прийти к еще одному парадоксу. Поэт внутри читателя и читатель внутри поэта, они очень часто входят в противостояние, часто друг с другом не согласны. И если вы просто завидуете чужому прекрасному голосу, когда читаете стихи и думаете, я вот так вот никогда не смогу, а значит, и пытаться бессмысленно. Это еще полбеды, с этим можно жить. Но не сможете вы так. Значит, вы сможете как-нибудь по-другому. Хорошо. Страшнее то, что чтение меняет внутри поэта не только читателя, но и самого поэта внутри поэта. А он меняться не всегда готов, этот персонаж, этот человек, живущий внутри вас. Или напротив, напротив, он настолько готов меняться от каждого прочтенного вами текста, от каждой новой найденной поэтики, что вы этого поэта внутри себя чувствуете, ну, каким-то прям бесхребетным, да? Все, что в него прилетает, как будто бы его меняет. Вот он пьет воду, а вода вдруг не обычная, а соленая. И он такой вам говорит, оказывается, вода бывает соленой, все, я никогда не буду прежним. И вы ему говорите, успокойся, у нас не дописана поэма. А он говорит, теперь это другая поэма, и я не могу ее писать тем, кем я начал ее писать, потому что я уже другой, я никогда не буду прежним. И я не смогу ее дописать, и живи теперь с этим как хочешь, переписывай все заново. Это опасная ситуация. Есть еще ряд опасных ситуаций, да? Поэт против читателя, чтение против поэта. Это всегда вот эта вот попытка пройти по кромке, пройти по лезвию ножа и сделать выбор внутри себя. Либо вы читаете с осторожностью, либо вы обжираетесь этими текстами, либо вы рискуете лишиться собственного голоса внутри этого чтения слишком обжористого, либо вы опасаетесь его никогда не найти, потому что вы не знаете чужих голосов, и ваши снаряды могут попадать в те же воронки, которые уже проделаны другими авторами, да? Не зная этого, можно стать вторичным, подражательным. Еще подберите другое слово, не менее ужасное. Но это что касается поэта. У читателя тоже есть такие, необходимость таких выборов, да? Либо мы читаем стихи для того, чтобы почувствовать радость узнавания. Ура, это про меня. Либо мы читаем стихи для того, чтобы почувствовать радость новизны. И мы читаем стихотворение и испытываем что-то, чего еще раньше не было никогда. У поэта все немножко сложнее, да? Здесь ни один, наверное, поэт никогда на 100% не доволен своими стихами. У Цветкова был такой замечательный тезис в одном из стихотворений. Сейчас попытаюсь процитировать. Если, перечтя свои стихи по истечении года, с момента авторства находишь их хотя бы сносными, затея другую карьеру. Я там постарался поставить паузу так, чтобы вы видели, что это пятистопный ямб. Это достаточно длинное стихотворение пятистопным ямбом, да? Здоровое недовольство — это нормально. Вам никогда не нравится то, что получилось на 100%. Лично я люблю свои стихи, ну, не знаю, минут 15. Если мне прям удалось, то могу целые сутки любить какое-то стихотворение, а потом смотреть на него и думать, как я вообще мог это написать. Какой ужас. Через какое-то время, конечно, эмоции укладываются, и ты начинаешь сам видеть сильные и слабые стороны какого-то текста, но между его написанием и его принятием могут пройти месяцы, а то и годы. И это нормально. Но так или иначе, есть опасность, что это здоровое недовольство перерастет просто в синдром самозванца, когда вы говорите себе, что никогда ничего хорошего все равно не напишу и зачем я всем этим занимаюсь. И у людей с, скажем так, с адекватной самооценкой это чаще всего приводит к разочарованию в собственном таланте, в собственной поэзии. А у людей с неадекватной самооценкой это приводит к дичайшим потокам графомании, когда у человека срывает тормоза, и он такой, почему им можно, а мне нельзя? Да можно, конечно. Естественно, можно. Другое дело в качестве текста. Главное качество текста, как говорил Лев Аборин в одном из стихотворений. Но об этом мы поговорим еще отдельно. О том, как искать свой голос и что это вообще такое. А здесь, чтобы резюмировать, надо сказать, что как бы любить все, все поэтики и те, которые работают на радость узнавания, и те, которые работают на радостной визны, не получится. Потому что себя не обманешь. Вы выбираете, что читать обязательно, но вы не выбираете, что на вас повлияет. Вы не сможете включить в свою поэтику то, что вам чуждо. А если попытаетесь, получится монстр Франкенштейн. Это будет что-то органическое и не очень живое. Что со всем этим делать? Что нам делать для того, чтобы поэзия, которую мы читаем, на нас влияла благотворно или хотя бы не негативно? Читать. Для чего читать? Во-первых, читать, чтобы понять. Понять можно не все. Есть вещи, которые профанному обычному пониманию нашему активно сопротивляются. И мы задаем себе вопрос. А как это понимать? На этот вопрос есть всего один, наверное, ответ. Понимать никак. Потому что их не надо понимать. Понимание в целом переоценено. И это то, что мы понимаем, когда сталкиваемся с текстами, которые активно сопротивляются пониманию. А такие тексты есть. Иногда поэты делают это специально. Иногда поэты не могут этого не делать. Писать такие тексты, темные поэтики. И здесь как раз срабатывает то, о чем мы говорили до этого. Слушать себя, читая этот текст. Не текст, а себя. Потому что он независимо от вашего желания какое-то влияние на вас окажет. И можно поймать это влияние в себе. И уже из этого, исходя, этот текст начинают читать и отталкиваться в попытке его анализировать. Вот, по-моему, отличный пример такого текста. Маргарита Голубева. «Вшивые о бане, бездомные о доме, мертвые о боге. Вот и поговорили. Все проиграли и не нашли друг друга. В выпаде жизнь буквами ледяными, пористыми костями. Мало ли съедено, видано, пережито. Я уходил из себя, а потом вернулся. Лил кипяток на лед. Пар поднимался. Сыпал песок и соль. Кости теряют пазлы. Кости теряют пазы. Пазлы – шансы сойтись. И дыханию две дороги. Либо вверх, либо ввысь». Знакомые ведь все слова, да? Каждый в отдельности, очень даже. Оказываясь рядом, производит какой-то очень необычный эффект. Понять который можно только прислушившись к себе. Есть еще стратегия попытаться представить это все, визуализировать, да? Будет интересно. Тут еще бэттрип. Но тоже работает. Так работает мета-реализм, наследницей которого иногда очень хочется назвать Маргариту Голубеву, но вряд ли она с нами согласится. Это первая стратегия, да? Зачем еще можно читать стихи, если вы поэт? Чтобы воспринять. Это уже не совсем понимание, да? Это восприятие. Это другой тип отношения к миру, к тексту и к себе самому. Поэзия не состоит из слов. Формально она состоит из смысловых знаков. Слова – это смысловые знаки, буквы – это смысловые знаки, звуки – это смысловые знаки, все, что человек способен осмыслить – это смысловой знак. Содержательно поэзия рождается в пространстве между смысловыми знаками. И вот мне кажется, что в этом стихотворении это как раз отлично срабатывает. Прочту вторую его часть, чтобы не затягивать. Убыль какая вдруг сразу во всем, сильного не щадит, слабого валит с ног. Брат на брата строчит донос, ангелам не до нас. Убыль какая вдруг сразу во всем. Видите, в первом страфоиде точки не было, во втором страфоиде точка есть. Даже это значимо. Это делает строчку более законченной, более твердую паузу в конце. Но, размыкая круг, где-то произнесен лозунг с известным пробелом, выкрик, написанный мелом, шествует без конвоя, слово как таковое. Понятно, что все это стихотворение в целом, из всего него запомнится, скорее всего, эти последние две строки. И понятно, что автор сделал это намеренно, возможно, это стихотворение с этих двух последних строк и началось. Но я хочу, чтобы вы подумали об этой концепции. Шествует без конвоя, слово как таковое. Что такое конвой для слова? Это те коннотации, которые мы на это слово активно навешиваем, когда читаем, неважно что, поэзию, прозу, когда разговариваем с другими людьми. Поэзия, которая рассчитана скорее на восприятие, чем на понимание, отчасти требует того, чтобы мы от этих коннотаций, от этих контекстов, нарощенных на другие слова, хотя бы попытались отказаться для того, чтобы вернуться к слову в его первостепенном значении. Иногда это очень и очень важно. Ну и третий пункт, о котором хочется поговорить, для чего читать стихи. Мне кажется, он самый важный и самый продуктивный. Чтобы офигеть от того, что вы только что прочли. Самая продуктивная стратегия чтения искать то, что вас лично поражает. Причем неважно, позитивно поражает, ух ты, хочу так же, либо негативно поражает, но очень сильно. О боже мой, как это вообще можно писать такое, какая гадость, какая дрянь. Потому что, во-первых, раз найдя такие вещи, вы их уже не разведите. И в попытках приблизиться к недостижимому для вас идеалу или максимально отдалиться от того, чего вам бы не хотелось в себе и в своей поэзии видеть, в этих попытках вы пройдете десяток путей, которые вас сформируют, как читатели, как поэта. А во-вторых, вы запомните это самое чувство, если говорить о позитивном восприятии, да, и будете это самое чувство искать. И научитесь находить новое для удивления, удивляться, научитесь тому, что вам уже давно знакомо, смотря под другим углом на все эти вещи. Ну и станете в процессе немножечко счастливее. А это тоже немаловажно для человека, который хочет быть автоматом, простите, поэтом и вынужден ради этого страдать. Стихотворение Евгении Ульянкиной, которое вызывает уже не первый год чувство офигения у меня. Говорит ворона другой вороне, одинаково небо и снег огромны, одинаково все существа съедобны, это закон природы, а придет вода, вот и выясним, кто из глины, а кто из тела, у кого на душе сколько извести и металла. Полетим над горем, да попируем, и пришла вода, голоса в ненасытном гуле, как поплавали, утонули. Я никогда не могу до конца объяснить, чем этот текст меня поражает, что в нем такого, почему он для меня срабатывает. Возможно, за счет контрастности образов, огромный небо и снег, извести металл на душе, кто из глины, а кто из тела, контраст между осязаемым и небесным, между существенным и несуществующим, здесь все это есть. Но это не единственная поэтика, которая лично меня поражает, да, но стихотворение Александра Кабанова, которое устроено совершенно по-другому и тем не менее производит огромный эффект. Прочту вторую часть, вторую половину. Сколько всех инструментов играло и пело перед боем на свадьбе и похоронах эта дивная физика химии тела состояла в начале из посланных днах. Пустоты, оплетенные лазою из формул и беседки для тех, кто остался в пути. До свидания, Адам, с днем рождения, Ромул, а в итоге война, никого не спасти. Я попробовал смерть, как десертные вина и вернулся на голос из огненных кущ. Моя мама работает родиной сына. Моя мама считает, что я всемогущ. Сравните, да, эти два текста. Этот очень тонкий, легковесный, очень аналитический, такой, как микроскоп. Этот больше похож на кувалду, который, в отличие от микроскопа, удобно забивать гвозди. Но при этом нельзя проигнорировать его начало, нельзя проигнорировать его концовку, вообще ни одну строчку в нем выбросить из этой песни нельзя. Он силен, он звучен, он мощен. Совершенно другой тип поэтики, да, минималистичные стихи, верлибры, лишенные вообще каких-либо метрических признаков, да, того, что мы привыкли называть классической просодией. И это поэтика прямого высказывания, так называемая, которая тоже может произвести неизгладимый эффект на читателя, если читатель, привыкший вот к этому, позволит, даст себе труд попробовать посмотреть на поэзию под другим углом. Вот уже два года мы почти не разговариваем, только глубокой ночью, когда ты лежишь с закрытыми глазами и делаешь вид, что наконец уснула, я молча целую твое лицо. это стихотворение могло быть написано в одну строчку, прозаическую, длинную, да, это по сути дела два или одно сложно сочиненное предложение, но за счет того, что в нем такой синтаксис, за счет отсутствия пунктуации, за счет пауз в конце строк, которые возникают из-за того, что мы бьем этот текст в столбик, его организуем, да, за счет вот этой организации текста, за счет того, как эти слова расположены друг относительно друга, мы получаем все-таки не прозу и не просто высказывание, да, мы получаем поэтическое высказывание. За счет того, что после слова уснула, мы хотим этого или не хотим, делаем смысловую паузу, и строчка я молча целую твое лицо становится самодостаточной и становится гораздо сильнее, чем была бы без этого. Что делать со всем этим нашим читательским багажом, когда пишешь сам собственные стихи, да, мне кажется, вот Виталий Пуханов прекрасно на этот вопрос ответил. Собери большую подборку, обязательно включи в нее слабые стихи, чтобы у редактора был выбор, чтобы он смог проявить свой художественный вкус и выстроить публикацию из слабых твоих стихотворений, чтобы тебе было стыдно, чтобы ты не получил от публикации ничего, кроме недоуменно приподнятых плеч читателя, чтобы ты работал дальше и рос и понял, что однажды, и понял однажды, что редактор был прав. Слабые стихи были слабыми, потому что они твои, а сильные стихи сильны выстраданной до тебя силой чужих поисков и ошибок. Твои ошибки и твой позор, все, что есть у тебя твоего. И только оставаясь плохим поэтом бесконечно, долго, у тебя есть слабый шанс. Мы говорили об этом недавно на одном московском поэтическом мероприятии под названием «Полет разборов», достаточно известном в узких кругах. Хочется, чтобы оно было известно шире, поэтому я не знаю, сколько вас здесь, но, пожалуйста, погуглите. Это очень интересно. Там приходят несколько поэтов и несколько критиков их разбирают. и там был озвучен тезис о том, что стиль, собственный авторский голос, это сочетание собственных ошибок и позоров, которые отделяют тебя от чужих ошибок и позоров. Но об этом мы поговорим в начале курса. В целом есть две, на мой взгляд, провальные стратегии поэта. который пишет стихи, начитавшись достаточно чужих стихов и достигнув некоторой экспертности в этой сфере. Первая провальная стратегия это думать о читателе. Пытаться ориентироваться на массовый вкус, будет таковой, вообще существует, либо пытаться ориентироваться на так называемую элитарную аудиторию, которая чаще всего состоит из нищенствующей интеллигенции, либо из людей, которые преподают на филологических факультетах и, может быть, сами даже ничего и не пишут. И то, и другое, прямой путь в абсолютную графоманию. Потому что себя не обманешь. Написать так, как пишешь не ты, написать так, как не ты, не вы, не получится все равно. Это будет что-то мертвое, мертворожденные стихи. Дурно пахнут мертвые слова, не помню, еще строчки вылетело из головы, но да. И вторая провальная стратегия поэта не думать о читателе и вообще строчить все, что пришло в голову и абы как. Это прямой путь в андеграунд, где вас могут счесть непризнанным гением и носить на руках. Профита от этого, конечно, будет мало, в первую очередь с точки зрения развития стиля, а мы, наверное, все для этого здесь собрались, но можно, так тоже можно, можно выбрать любую из этих стратегий. Какая стратегия беспроигрышная, беспровальная? Мне кажется, что этого не знает вообще никто, и истина находится где-то между этими двумя, вернее, между этими четырьмя, шестью, восьмью позициями. С прискорбием спустя 15 лет занятий всеми этими вещами мне приходится самому себе констатировать, никто не поможет с ответами на эти вопросы. Поэт это вообще самое одинокое на свете существо, именно потому одинокое, что свою собственную боль, все, что у него внутри горит, кипит и плещется, он готов с каждым встречным разделить. Математическое обозначение плюс-минус бесконечность обязательно замыкается в кольцо, и мы в итоге получаем ноль из этого. Но зато наша жажда делиться собой, вот это не детская шалость, делиться собой настолько сильна, что тот встречный, кто в итоге с нашей болью и нашим счастьем совпадет, этот человек получит в подарок целый мир, потому что внутри нас он живет, этот мир. Как, например, внутри этого стихотворения. Безъязыким сохранить чудовищный стрекот мотора на даче в том августе бирюзовом, руки к нему тянуть не стоит, напрасно, касания слишком мало, правда, как гнойник прорывается астрами, маками застилает глаза, детский песок перемалывается на зубах. Пока еще можешь вспомнить, вспомни, как лавил пес на соседнем участке, синее прело слива, боком разявленным отливая, как все это вставало над тобой во сне, наравне с тремя четырьмя предстоящими любовями, и воздух, и комната стали малы, человеку, блюющему своим прошлым, зацеловывающему настоящее, чем больше молчишь, тем больше тебя разъедает. Это тоже очень важно. Несмотря на все сказанное выше, если вы пишете стихи, если они к вам приходят, насильно молчать нельзя. Когда я жду от кого-то совершенно невозможных стихов, я хочу, чтобы вы физически ощутили, как можно выпивать из текстов нежность, отламывать их ресницы, пробовать на вкус предплечья, голени и нижние веки. Стихотворение это замороженная трава, иней, гниение прошлых лет, серебристая ленточка преждевременного ощущения. Стихи уходят, как уходит первая и даже вторая нежность. Остается одна только необходимость знать, что с тобой все в порядке. И этого навсегда достаточно. После этого текста хочется немножко помолчать. Здесь мне лично у Анастасии Бугайчук в этом стихотворении кажется ключевыми вот эти слова, когда я жду от кого-то совершенно невозможных стихов. Я хочу, чтобы вы физически ощутили. Это буквально все, о чем мы говорили с вами предыдущие 40 минут, 30, умещенное внутрь трех строчек. Это то, чего мы хотим получить от поэзии, когда приступаем к ней. И то, что мы хотим дать другому человеку, когда отправляем ему свои стихи или когда публикуем их где-либо в надежде, что он это прочтет. Мы хотим, мы ждем невозможных стихов, и мы хотим, чтобы другие ждали наших невозможных стихов, и мы хотим, чтобы они относились к ним с первой и второй нежностью. при этом нежность может быть очень разной. Каждый текст требует своей собственной нежности. Для чего-то нежность это отламывать ресницы и пробовать на вкус предплечья. Для какого-то текста нежность это гнии и гниение прошлых лет. Для какого-то текста нежность это выпадение памяти, выпадение ее как роса на траву как иней, как падение этих синих прелых слив. У каждого текста есть собственная стратегия нежного к нему отношения. Мы об этом поговорим еще чуть-чуть попозже. А вот еще стихотворение Анны Рус, которое хочется показать на контрасте с предыдущим текстом. Господи Иисусе или в какой еще ипостаси Сохрани меня пока я в ресурсе пока в экстазе Сохрани пока я в потоке пока в моменте Сохрани пока я как дети пока аль денте пока я анданте как крейцерова соната пока я не гуглю про точки у и про базы нато не хочу расти в этом мире в этой пасте несытой твари выстощенном месторождении в Кашмире застрявшем лифте в ночном кошмаре укрепит нас а не стравит думать что твой ангел прилетит и плохих исправит никого не станет карать и топить в цикуте а меня поцелует в теме и сделает ути-пути что добро однозначно зло победит однажды и что истина в ночь когда я умру от жажды с высоты как кислотный дождь мне на губы капнет и что он меня сохранит а то и бы капнет первый текст максимально личный и в нем собственные ощущения от жизни и от поэзии и от чтения поэзии и создания поэзии все это переплетается в некий длительный медленный нарратив в котором можно поплавать в котором можно покопаться поисследовать да каждое слово в целом взять в отдельности и оно будет сочиться этой нежностью которая здесь сказана в этом тексте нежности никакой нет в этом тексте есть максимальное отрицание при этом смешанное с максимальной надеждой на будущее которая тоже не слишком-то выглядит радужным здесь первый текст максимально личный второй текст максимально политичный несмотря на то что лично это политическое нам всем это известно несмотря на то что и здесь есть память и здесь есть память здесь она длинная, здесь она короткая, но не то, что короткая, да, здесь она об актуальных вещах, а здесь о вечных вещах, и тем не менее, и тот, и другой текст, очень разные с точки зрения поэтики, политики, и политики поэтики производят эффект, так называемый, и в том, и в другом есть так называемая сугестия, то, что оказывает на нас непосредственное влияние, когда мы это читаем, и тот, и другой текст, призывают к тому, чтобы в них разобраться, призывают к тому, чтобы в них погрузиться и проанализировать их, но при этом совершенно не мешают нам получить от них искреннее удовольствие без необходимости сидеть над каждым словом со словарем, без необходимости исследовать биографический контекст автора. Просто первое делает это за счет того, что мы с ним совпадаем и хотим это делать, а второе за счет того, что мы совпадать с миром этого текста не хотим, но и тот, и другой нас по-своему ранит. Как из всего этого сумбура, который я вам наговорил, понять, как вообще читать стихи? У нас же лекция о том, как читать чужие стихи. Я всегда придерживаюсь мысли, что в целом внутри стихотворения, в нем самом, в этом тексте есть все, что нам нужно, чтобы этот текст в себя интегрировать. Не обязательно понять, да? Можно еще и воспринять его просто, можно от него офигеть. интегрировать, да, и нам нужно только внутри самого текста в нем найти ключик, к нему самому подобрать. И это будет ключик и к стихотворению, которым мы его откроем, и этим же ключиком это стихотворение откроет нас, попадет в нас. По-умному это называется имманентный анализ текста. Давайте попробуем разобрать на примере, как это работает, что это такое вообще. Вот есть текст замечательного поэта Данила Файзова, основателя проекта, одного из основателей проекта «Культурная инициатива», автора множества книг, значимой фигуре на российском литературном небосклане. Погуглите проект «Культурная инициатива», у них постоянно, каждую неделю проходят какие-то мероприятия с участием очень интересных поэтов. О том, как важно находиться внутри литературного контекста для того, чтобы не чувствовать себя отщепенцем, мы тоже поговорим в начале курса. Текст называется «Письмо». Запомните, это важно. Если это будет видно, нет, не будет видно, я бы даже выделил это жирным шрифтом. Кому? Лежит мой парус одинокий, в тумане море голубом, и джин на ощупь черноокий напоминает об одном, пока не выстроят хоромы, не призовут метать картечь. Я тут и хром, и обесточен, чтоб речь любимую сберечь. От кого? Сей выводок и паводок пристранный, есть результат тщедушного труда. Когда бы ты тамань назвал державой, когда бы мост воздвиг и города. Куда? Где вся планета все круглей, а шея места не находит, ждут Сурикова корабли и пастыри народы. Зачем? Библиотека разместилась по углам, вода течет по полу в красный угол, белеет парус на краю стола, а ты не знаешь, что подумать. По скриптум. Собака вдруг лизнула руку. Нет, ближе у тебя зверя. Речь превратит собаку в суку. Она родимая. Твоя. Что мы понимаем из этого текста? Что мы видим прямо при первом приближении? Вот мы его прочли. Что мы ощущаем? Первое. Здесь очень много цитат. Отсылок к другим стихам. Это практически цинтон. Цитаты искаженные, но вполне ясные. И нам главное здесь, для того, чтобы приступить к анализу этого текста, понять, что это цитаты, и их много, и мы где-то краем ума все это уже слышали и все это знаем. Во-вторых, это письмо. Оно называется письмо, и у него есть даже все атрибуты, в общем-то, реального письма. У него есть адресант кому, у него есть адресат от кого, у него есть направление куда, и у него есть постскриптум. Не обязательно, но в целом как бы присутствует. То есть что? Автор, Даня Файзов, помещает нас внутрь игровой ситуации. Он задает рамку вот этим самим названием и этой организацией текста с помощью кому, от кого, куда и т.д. Значит, нам нужно в эту игру поиграть, чтобы понять, что будет в конце. Но тут есть элемент, который в правила игры в главпочтамт немножечко не укладывается. Это строчка «Зачем?». Читаем ее еще раз. Библиотека разместилась по углам. Вода течет по полу в красный угол. Белеет парус на краю стола, а ты не знаешь, что подумать. Что мы отсюда понимаем? Давайте разберем ее по словам буквально. Что у нас здесь есть в этой строчке? У нас есть парус и вода. То есть мы все еще находимся в пространстве лермонтовских аллюзий, которые задаются у нас в первой, в первом страфоиде условно, да, где лежит мой парус одинокий. Причем, заметьте, здесь он одинокий, а у лермонтова он одинокой. А современневание какое-то происходит здесь. Что еще здесь в этой строчке есть, которая «Зачем?». Здесь есть библиотека. То есть мы понимаем, что это пространство лермонтовских аллюзий, оно не буквально сюжетное, оно литературное. Мы находимся не в тумане моря голубом, мы в тексте об этом тумане. Или в тексте о том, кто написал текст об этом тумане. Лермонтов здесь находится на два или на три порядка выше, чем если бы мы читали непосредственно его собственный текст. Здесь есть углы. Углы говорят нам о чем? О том, что это пространство, в котором мы находимся внутри этой строчки, оно замкнутое. У него есть какие-то ограничения. Один из углов этого пространства – красный. Что это значит? В красном углу у нас обычно стоят иконы. То есть в этом пространстве есть еще и место Богу. Но этому Богу в этом пространстве что-то угрожает. Вот эта вот текущая вода, да? Вода течет по полу в красный угол. Причем в библиотеке. Чем эта вода угрожает тому, кому угрожает? Давайте осмотримся внутри стихотворения, сделаем шаг назад, чтобы понять, что у нас шаг назад покажет нам. Корабли ждут Сурикова. В строчке «Куда». Можем вспомнить, где у Сурикова были корабли. Картина покорения Сибири Ермаком. Например, одна из самых известных. Там присутствовали корабли. И отсюда нам как будто становится понятно, почему в этой строчке народы ждут пастыри, да? И эта строчка становится очень политической. Но не будем об этом. А можем не вспоминать, где были у Сурикова, на какой картине у него были корабли. Что мы тогда получим, если об этом не думать? Мы представляем, что художника ждет дорога. Причем не одна, а с пересадками. Потому что не корабль, а корабли. Не народ, а народы. Не пастыря, а пастырей. Что еще в этой строчке? Планета все круглей. Ну, мне кажется, это отсылка к достаточно известной, как это называется, фразеологизм практически уже. Планета круглая, свидимся. Пословица. Земля круглая, увидимся, сочтемся. Шея места не находит. Что это значит? Место шеи где? Между головой и плечами. И что значит в этом контексте шея места не находит? Что значит, если шея это место не находит? То есть у нас нет либо головы, либо тела. Либо нет ни того, ни другого, она лишь шея. А где еще место шеи? Местом шеи вполне себе может быть и шафот. Говорят, конечно, голову сложил на плаху, но это уже потом, когда голова уже отдельно от шеи находится. То есть либо лирический герой, нарратор этого стихотворения, да, не находит себя в этом пространстве, не осознает. Либо он не находит конца своему пути. Делаем еще шаг назад. Тамань назвал державой, мосты, города. Где находится Тамань? Понятно. Вспоминаем войны, которые велись в этом самом пространстве в девятнадцатом веке, в двадцать первом веке. Строим мост, воздвигаем между городами теми и городами этими. Еще шаг назад. И мы уже понимаем, откуда в первой строке хоромы и кортечь, да, благодаря тому, благодаря предыдущему шагу. Вот они, воздвигнутые города. И чем занимается герой в этой строчке? Там, где, там, куда мы пришли пятец назад. Рассказчик, единственный раз здесь, возникающий в этом стихотворении буквально в самом его начале, с помощью буквы «Я» хромает и болеет, он хромно обесточен, да, но бережет любимую речь. И теперь нам здесь становится понятен ответ на вопрос «Зачем?», который возникает в кульминационной, предфинальной части точки этого стихотворения. Это предупреждение об угрозе. Угрозе, от которой может спасти что? Мне кажется, что это речь, поэзия, любимая речь. Причем чужая поэзия, много чужой поэзии, которая, меняясь и переплетаясь внутри этого текста, меняет и нас самих и превращает собаку в суку. Что это значит? Речь превратит собаку в суку, да? Собака – это родовое какое-то понятие, видовое, да? А сука – это уже дополнительная характеристика, это уже некоторый субъект. Вот так вот поэзия нас по крупинке, читателей, писателей в особенности, конечно, но и читателей тоже наделяет субъектностью в пространстве языка. Это позволяет нам внутри языка быть не только воспринимающими, но и действующими, акторами, активными людьми. А значит, не только внутри языка, но и внутри мира, потому что мир вне языка в целом для нас, наверное, все-таки не существует. Ну, это, наверное, все, что я хотел на эту тему сказать. А теперь у нас есть еще некоторое время, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. Да, вопросов у нас довольно много. Я попрошу, вот, прежде чем мы к ним перейдем, на следующий слайд, где у нас промокод. Да, я скажу еще маленькую речь о том, чтобы, друзья, напомню, что курс у нас стартует 30 октября. Алексей Критниченко ведет свою группу на тарифе профи, вы можете записаться к нему, будете получать с него обратную связь на задание. И на экране можете видеть промокод чтения поэта, который действует до 19 октября. Он даст вам дополнительную 10-процентную скидку на курс. Сейчас на странице курса действует скидка «Ранняя цена», и вот у вас ваш промокод присуммирует еще какая-то скидка дополнительная. Я сейчас тоже отправлю повторно в чат ссылку и промокод. И на этом я перейду к вопросам. У нас тут очень много всего в чате. Да, я хотел бы добавить про то, что я буду вести курс профи, то есть я буду на тексты, стихи, которые вы напишете в процессе прохождения курса, писать небольшие рецензии. Буду их разбирать, каждый в отдельности, примерно так же, как мы сейчас это проделали с текстом Дани Файзова. То есть, конечно, там будут элементы попытки сказать о том, как вам с этим текстом поработать, чтобы он стал лучше. Но я прекрасно понимаю, что кто я такой, чтобы судить чужие тексты. Да, и в первую очередь мне хотелось бы, чтобы вы сами понимали, почему то, что вы написали, работает или не работает. Потому что плохие стихи от хороших стихов, а это единственная возможная категоризация внутри поэзии, отличает либо наличие поэзии в этих стихах, либо отсутствие поэзии в этих стихах. И все, что можно сделать, все, что по большому счету дает вам начитанность, насмотренность, увлеченность, экспертность и так далее, это умение это чувствовать, наличие поэзии, либо ее отсутствие. Я постараюсь сделать так, чтобы рецензии, которые я пишу, были чуть менее сумбурными, чем то, что я сегодня говорил. Ну, просто потому, что настоящие, мне кажется, когда вы по-настоящему читаете стихи и делаете это с душой, вы в них обязательно теряетесь. И когда вы начинаете о них говорить, эта потерянность никуда не исчезает. Они ведут вас за собой, точно так же, как язык ведет вас за собой, когда вы пишете. И говорить об этом сухими техническими терминами, это, конечно, полезно с точки зрения филологической науки. И я всем, кто не отучился на филфаке, советую это сделать в свободное от работы время. Но ваши собственные инструменты рождаются из ошибок и полной потерянности. Надеюсь, я никого не отпугнул всем этим от прохождения курса. А если отпугнул, то я вам завидую. Если такая мелочь способна отвратить вас от поэзии, вы счастливый человек, вам есть чем еще заняться. Вот, теперь я готов ответить на вопросы. Да, у нас еще есть довольно много времени, я вижу. Да, вопросов у нас тоже довольно много. Вот, первый вопрос. Все ли стихи годятся для песен или для песен требуется какой-то определенный тип или тип стихосложений? Я сразу коротко скажу, что у нас будет целый блок на курсе на тему сунграйтинга. И просто Ольга Лишина, которая пишет текст песен для группы Мельница, будет рассказывать про отличия подробно. Но, может быть, Алексей что-то добавит на вопросы? Да, не всякие, конечно, стихи годятся для музыки. Хотя, опять же, что считать музыкой и что считать стихами? Потому что является ли музыкой мелодикламация, например? Если там очень красивая мелодия, а автор на фоне не поет, а просто читает стихотворение. Возможно, это музыка, а возможно, нет. Это, опять же, определение, которое дает каждый конкретный автор, каждый конкретный творец, да и в целом, что такое поэзия. Это то, что мы имеем смелость этим назвать. И музыка тоже самое. Для кого-то дабстеп не музыка, а для кого-то это вершины творчества вообще возможные. Но если смотреть просто исторически, то мы замечаем, что песенные тексты все-таки немножко иначе организованы чаще всего, чем непосредственно поэтические. В них по-другому расставляются акценты, потому что они, а, должны совпадать с музыкой, б, быть легко понимаемыми, ложиться сразу в мозг, заедать, превращаться в хиты, бенгеры и так далее. Есть замечательная книжка на эту тему, называется «Фабрика хитов». Там можно прямо почитать, как в советское время писали все эти песни, которые теперь, несмотря на то, что с момента их создания прошло больше лет, чем мы с вами живем, все еще в наших головах по радио из каждого утюга. При этом, при этом, что-то хотел сказать на эту тему. Да, при этом в советское время гораздо чаще, чем сейчас, поп-музыка, в которой сейчас тексты максимально примитивные, простые и предназначены исключительно для того, чтобы запомниться и больше ни для чего, тогда поп-музыка создала какое-то бесконечное количество шедевров на стихи известных поэтов, причем очень сильных поэтов. Песни, которые мы с вами слышим в советских фильмах, это не просто песни, да, эти песни написаны на стихи Пастернака, на стихи Цветаева, на стихи Вознесенского, на стихи там Морец, еще кого-то. Это удивительное явление. Сейчас таких песен практически нет, а когда кто-то их делает, не знаю, каверы с плена на Маяковского или на Бродского и прочее, это выглядит совершенно иначе, и читается иначе, и это скорее какая-то филологическая игра, чем непосредственно музыка. Это межжанровое такое заигрывание получается. А вот у композиторов советских получалось взять Пастернака или Тарковского и уложить его на музыку так, чтобы вот это вот стихотворение, удивительно сильное само по себе, брось его в окно, и оно окно разобьет, да, еще и звучало, как поп-песня, и люди под нее топали ногами. Это очень интересно поисследовать. Спасибо за такой развернутый ответ. Минга, которую упомянул Алексей, фабрика хитов, я еще тоже подпишу комментарии. Так, следующий вопрос. Сказали, что именно поэзия у читателя и у автора связана с болью. Как вы думаете и объясняете, почему? Недавно общался об этом с одной знакомой из Европейского университета. Ей было интересно, как историку, что в этом происходит. Я вспомнил, что в «Капитанской дочке» у Пушкина, собственно, капитан говорит про поэтов. «Все они люди беспутные, горькие пьяницы». И в целом очень часто возникает вот это вот ощущение, что поэзия – это удел людей, которые настолько не от мира сего, что жить им в этом мире очень сложно. В этом очень много, на самом деле, отчасти традиций, опять же, чего-то такого устоявшегося, сложившегося в литературном быту, что «я почти поэт, а раз поэт, то алкоголик, не будем разрывать давно привитые клише», что поэзия – это что-то, чем занимаются глубоко неустроенные внутренние и внешние люди. На самом деле нет, конечно. Есть множество совершенно замечательных поэтов, при этом совершенно счастливых людей на фоне. Просто поэзия своего рода наркотик, наверное, раз начав этим заниматься, серьезно в это погрузившись, очень легко обнаружить себя в ситуации, в которой все остальное становится просто подспорьем для этого, несмотря на то, что это не приносит ни денег, ни славы, ничего любого еще, а просто заставляет тебя чувствовать себя живым. В этом, наверное, много эзотерики. Не хотелось бы, чтобы это было так. Мы все-таки люди взрослые, серьезные и т.д., но это так чувствуется, реально, так ощущается. Я достаточно счастливый человек, я вот сижу в офисе с хорошей зарплатой, я могу себе позволить многие штуки, но если я не пишу дольше полугода, я не чувствую необходимости ни в одной из этих штук, а чувствую необходимость только в строке, и все. Вот отчасти сама поэзия делает поэта несчастным. С другой стороны, боль, если говорить о боли. Ну, если мы слушаем веселую песенку, она заедает у нас в голове, мы притопываем ногами, и нам хорошо. Если мы читаем стихотворение, которое причиняет нам боль, вытаскивает что-то внутри нас, это не стихотворение несет в себе боль, оно просто вскрывает то, что есть в нас самих. Нам больно не от того, что мы прочитали хороший или плохой текст, хотя от плохих бывает. Нам больно от того, что это задевает что-то в нас, что-то непроработанное. Здесь поэзия либо лечит нас, либо говорит нам, иди к психологу. Наверное, так. Так, вопрос от Ильи. Как вы считаете, верлибр способен затмить классические формы стихотворения в ближайшем будущем? Верлибр — это классическая форма стихотворения. Верлибр существует примерно столько же, сколько существует силаба тоника. Тоника, которая ближе к верлибру и силабика в отдельности, существует дольше, чем они оба вместе взятые. И как бы в Библии — это текст, написанный верлибром. Это поэма. Так что, мне кажется, это не очень правильная постановка вопроса. Я понимаю, откуда она возникает, да, потому что русский язык устроен так, что мы ставим друг с другом рядом два любых слова, и они, во-первых, начинают обретать другой смысл, чем по отдельности, а во-вторых, они начинают звучать ритмично. У нас очень ритмичный язык, поскольку у нас так организована система ударений, нам очень легко пользоваться метром. И поскольку у нас так организована акустическая, фонетическая система языка, со всеми ее... В ней масса возможностей сонорных, да, то и рифменный аппарат у нас практически неисчерпаем. От гиперточных до гипернеточных, но все еще рифм — огромное пространство, которое за столетия так и не исчерпалось. Там, где оно исчерпывается, если рифмы становятся избитыми, да, клишированными — кровь, любовь, морковь, бровь и вот это вот все, мы с легкостью отказываемся от них, и у нас все еще куча инструментов в руках. Да, поэтому люди, которые привыкли к классическим стихам, очень часто считают, что верлибра — это не поэзия, да, а поэзия — это вот это вот. Тем не менее, поэзия — это то, что мы имеем смелость ею назвать, и верлибр — не менее традиционная форма стиха, чем другая, но писать верлиброй на мой шершавый вкус значительно сложнее. Написать хороший селаботонический текст нам помогают столетия традиции. Это вообще написать складное стихотворение не так уж сложно. Написать верлибр и заставить человека в этом нескладном, а метричном тексте чувствовать поэзию — вот это вот задачка на максимум. Вряд ли что-то из этого вытеснит одно другое, это просто совершенно разные стратегии отношения к тексту, к читателю и к себе самому, но в идеале было бы хорошо человеку, который пишет, освоить и то, и другое, научиться чувствовать и то, и другое. Как-то так. Это будет не последний вопрос, про верлибр, там у нас еще... Так, вопрос. Вы сказали поэзии между смысловыми знаками. Что вы имели в виду? Предполагаю, что речь идет о паузах, о кондиционном ритме или это о чем-то другом? Пауза, композиционный ритм — тоже своего рода смысловые знаки, да? Я говорю о том, что... У Рахмана Кусимова была замечательная строчка на эту тему. Вот я вот увидел слово «бог», да? Ты говоришь «бог», и я говорю «бог», но одно и то же, никто не имеет в виду, говоря «бог». Если мы поставим в этом стихотворении два слова одинаковых рядом друг с другом, допустим, вверх и ввысь, да? Очень близкие по значению слова. На контрасте между ними возникнет поэзия. Если мы скажем «я уходил из себя, а потом вернулся», это просто описание действия, да? Но за счет того, что это действие описано «а» в стихотворении, «б» в третьей строфе стихотворения, которая задает нам движение, кульминационная точка, да, перед спадом, «в» за счет того, что в этом стихотворении, в этой строчке нет больших букв, это тоже нам о чем-то говорит, за счет того, что не выходил из себя, уходил из себя, а потом вернулся, причем не указано, куда вернулся, в себя ли. Все эти вещи, сказанные и несказанные, складываются в какой-то комплекс впечатлений, которые очень сложно описать словами, благодаря которому в одном вот в этом вот тексте из четырех стров, вернее, об одном этом тексте из четырех стров можно написать диссертацию. Можно ли сделать такое о прозе? Можно, но объем диссертации с объемом прозы плюс-минус сравнится. Поэзия — это концентрированный язык, и концентрация его достигается как раз за счет вот этих вот умолчаний, за счет несказанного. А несказанное возникает только между словами. Наверное, вот это вот я имел в виду. Вопрос снова от Льви. Как вы считаете, чего не хватает современной поэзии? Читателей. Да нет, на самом деле мы и читателей у него достаточно много, и не нам судить, чего ей хватает, а чего ей не хватает. Каждому поэту не хватает своего. Очень важно понять, чего тебе не хватает, и потратить жизнь на то, чтобы это найти. Хороший ответ. Так, и как раз дать, что вот знают полет разборов, и даже находит так. Где минус андеграунда, Сташа и Андрея? Минус андеграунда? Да нигде. Если вам нравится, почему нет? Все мы вышли из подземки. Нет, здесь речь, наверное, о том, что андеграунд бывает очень разный. Есть непризнанные гении, которых не публикуют журналы, потому что журналам опасно такое публиковать, или потому что не могут достучаться, или еще что-то. А есть стихи, которые не выходят из кабаков и подвалов, просто потому что они интересны только в кабаках и подвалах. И те, и другие стихи бывают абсолютно прекрасными. Я люблю ходить на поэтические вечера в кабаки и подвалы не менее, чем я люблю ходить на поэтические вечера в библиотеки и концертные залы. Просто если уходить полностью в андеграунд и обитать только там, это ограничивает собственное развитие себя как поэта, развитие лирического субъекта. А все, что нас ограничивает, мы не покупаем. Благодаря за стихопорение Насте Бугайчук. Еще пишут, что очень классная подборка стихов. Благодаря за него. Спасибо, я старался. Так. У нас тут еще поэзия в комментариях, я ее немножко пролистываю. А вот спрашивают, почему не привели пример более известных современных поэтов, например, Кушнер, Юна Морец, Лариса Миллер. Потому что это не мой ближайший круг чтения. А я говорил исключительно из собственного опыта. Поэтому это все прекрасные поэты по-своему, но на меня они не повлияли. И было бы, мне кажется, нечестно с моей стороны говорить о том, в чем я не настолько хорошо понимаю, что я не настолько воспринимаю, как то, о чем я говорил. Я думаю, это максимально честно и справедливо так. Мария хотела бы спросить, как сохранять единый стиль в стихотворении? Единый стиль? Да, это очень широкий вопрос. Я думаю, как раз то, что мы будем разбирать на курсе. Единый стиль стихотворения или стихотворений? Нет, стихотворений в одном. Внутри, в одном. Опять же, что мы называем стилем, да? Это же огромный спектр понятий. Некоторым стихотворениям и не нужно сохранять внутри единый стиль. Они могут быть максимально полифоничны, и в этом будет их прелесть. Если мы говорим о технической стороне вопроса, то в целом очень просто. Считайте слоги, считайте ударения, если вы хотите писать слабо-тоникой. Если хотите писать верлибром, считайте слоги, считайте ударения, следите за тем, чтобы они не повторялись. В целом, сохранять единый стиль. Вас ведет язык. Если вас не ведет язык, попробуйте догнать его и поймать, и заставить его вас вести. Если вам приходится для того, чтобы что-то внутри стихотворения соблюсти от чего-то, отказываться, а оно к вам просится само, лучше откажитесь от того, что вы планировали изначально, и прислушайтесь к тому, что к вам пришло. Это гораздо более будет продуктивно, все равно потом через, не знаю, день, два, месяц можно будет подредактировать, когда этот текст от вас уже отпадет и отболит. А в целом стиль, как соблюсти единый стиль внутри стихотворения. Следите, наверное, за тем, что вы хотели сказать, и ни в коем случае этого не говорите. Скажите что-нибудь другое. Пусть язык приведет вас туда, куда вы не ожидали. Потому что если вы пришли туда, куда изначально планировали, скорее всего, стихотворение не очень удалось. Олег Юрьев говорил, я пишу стихи для того, чтобы узнать, о чем они. Вот это вот самое интересное. Поиграйте в эту игру, и тогда стиль к вам сам придет. Наш следующий вопрос, такой более приземленный. Как вообще в современном мире поэты становятся известными, как и остальные через социальные сети? Есть ли вообще способы стать современным известным поэтом? Это очень большой социологический вопрос, который исследует уже несколько поколений филологов. С момента появления интернета сначала в формате, где там больше всего поэзии было в живом журнале, потом Могучий Кравчук открыл порталы стихи.ру и проз.ру, потом появился миллион копий этих порталов, ЖЖ умер, ЖЖ возродился, появился Фейсбук, появился ВКонтакте, Фейсбук закрыт в России. В общем, принадлежит компании Мета и на агентов, запрещенные в Российской Федерации. Да кто как? Ну то есть я знаю поэтов, которые раскрутили паблики ВКонтакте, стали десятитысячниками, стотысячниками, и теперь собирают стадионы. Известны ли это поэты? Да. Я знаю поэтов, которые не публикуются на площадках без модерации вообще, а исключительно в толстых журналах, собственных книгах и т.д. О них не знают сотни тысяч, но о них знает профессиональное сообщество, которое знает Министерство культуры Российской Федерации. Известны ли это поэты? Да, это тоже известные поэты, обласканные премиями, заслуженными и много чем еще. Это разные институциональные подходы к оценке того, что мы считаем известностью, считаем популярностью и считаем успехом. Можно быть успешным в определенной аудитории, можно быть успешным в определенных кругах. Мне кажется, важнее всего чувствовать себя успешным по отношению к тексту, с которым ты прямо сейчас работаешь. Главное, удача – это хорошая строка. У хорошей строки обязательно найдется аудитория. У нас очень много благодарностей за очень насыщенную структурированную поэтичную лекцию. И последний, видимо, вопрос. Друзья, если у вас еще остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Мы тогда будем заканчивать на этом вопросе. Появилась тенденция читать стихи в клубах для узкого круга своих. При чтении с листа стихи кажутся герметичными и малопонятными, но слушатели у этих стихов есть. Это такой современный андерграунд. Я думаю, не совсем современный. Но, да. Я участвовал в поэтических вечерах, которые сборная солянка. Собираются 10 поэтов, собираются 200 слушателей. Каждый поэт за собой кого-то привел. Кто-то случайно прибился, любит поэзию в целом. Кто-то просто выпить зашел и остался. И это прекрасно. Какие-то стихи сам там запоминаешь. Кто-то запоминает тебя, с кем ты знакомишься. Я участвовал в поэтических вечерах, которые собираются на глубоко закрытой кухне где-нибудь в Беляево. И присутствует там два поэта и 10 слушателей. И в отличие от первого формата, где разбитная тусовка параллельно чтению стихов происходит, здесь все сидят и максимально внимательно слушают. И ты понимаешь, что в первом случае в кабаке твое слово легковесно разлетается в 100 ушей, а здесь оно камнем падает в 10 ушей. И то, и другое совершенно прекрасно и значимо. И то, и другое приводит, приносит какую-то пользу тебе и, я надеюсь, какую-то пользу тому, кто слушает. А если не пользу, то хотя бы радость. Есть вечера по формату полета разборов, где профессиональное сообщество непосредственно выходит с тобой на контакт и занимается тем, что помогает тебе стать лучше самому. Или ты можешь проигнорировать комментарии профессионального сообщества и сделать совершенно наоборот. Есть бесконечное количество форматов бытования, существования поэзии, но главное, что важно, действительно важно, чтобы она звучала с голоса. Какой бы она ни была, герметичной ли, открытой ли, потому что стихотворение это звуковая организация речи в первую очередь. Иначе зачем ей быть вот в столбик, иначе зачем ей ритм, иначе зачем ей все эти метрика, рифмика и прочее, прочее. Мандельштамм говорил, да, я один в России работаю с голосом, а вокруг густапсовой сволочи пишет. Я не считаю тех, кто не работает с голосом густапсовой сволочью ни в коем случае, потому что у всех свои возможности, потребности и отношения к тексту, да и со времен Мандельштама прошло очень много воды утекло. Но лично мне кажется, что голос, звучание для поэзии, для самого текста очень важно, потому что текст, написанный на бумаге, это одно произведение. Тот же самый текст, но прочтенный голосом автора, это другое произведение. Тот же самый текст, но прочтенный голосом актера, или не актера даже, а другого человека просто, это третье произведение. И они друг на друга и похожи, и при этом кардинально различаются, потому что каждая интонация, смена интонации создает новые впечатления, а значит, новые произведения. Это как в театре, если актер выходит на сцену и забыл текст или перепутал два слова, этот акт забывания или эта ошибка становится частью спектакля, неотъемлемой. И несмотря на то, что этот спектакль, это произведение прекратит свое существование в момент, когда актеры поклонятся, это состоялось, это осуществилось, это где-то в ноосфере теперь присутствует. А если это было записано, то другая игра того же самого спектакля, это будет другое произведение. И мне кажется, что вот эти вот моменты, каждый раз, когда мы заново относимся каким-то образом к этому тексту, они как бы снижают энтропию Вселенной. Это очень важно. Ну, поэзия должна звучать. Должна. У нас последний вопрос, который я пропустила немножечко в потоке комментариев. Так, вопрос такой. Я правильно понимаю, чтобы писать поэзию, нужно читать много поэзии. Тапсом, а не все, что в рифме, то поэзия. Именно так. Да. Или сначала неплохо бы понять саму сущность явления, как сказано было в Каливале. Замечательный поэт Алексей Кубрик «Царствие небесное» говорил, поэт — это тот, кто знает много чужих стихов. Свои при этом можно не знать. Я свои с бумажки читаю. Да и многие тоже, потому что память Кальцгеймеру близка, но чужие, да, чужие важно знать. Сущность явления. Здесь вот очень хочется, конечно, закончить одним стихотворением. Это все. Но в нем есть нецензурное слово. Я его, ладно, зацензурю. Стихотворение Германа Лукомникова совершенно прекрасное, которое звучит так. Оно организовано как верлибр. Я буду ставить паузы там, где заканчивается строка. Записываешь любую фигню маленькими буквами в столбик без знаков припинания получаются стихи. Это, конечно, один из подходов, да. Но я, мне кажется, уже говорил это сегодня несколько раз. Поэзия в целом это то, что мы берем на себя смелость ею назвать, как и любое искусство вообще в постконцептуальную эпоху. Концептуалисты позволили искусству считаться тем, чем оно считается, чем оно само себя считает. Поэзию делает поэзией воля автора. может ли воли автора оказаться недостаточно для того, чтобы сделать какой-то текст поэзии? Я думаю, что да, несмотря на то, что это, наверное, очень цинично с моей стороны. Сколько должно быть этой воли? Хороший вопрос. Ответа, наверное, у меня нет. Но воля читателя вполне может помочь воле автора превратить какой-то текст поэтически, потому что чтение — это тоже всегда сотворчество, особенно в таких вещах, как поэзия. Если мы читаем инструкцию к пылесосу, мы, конечно, ничего не творим. Если мы читаем стихотворение, мы вкладываем и вчитываем это неизбежно совершенно. И это прекрасно, потому что это дает нам пространство для свободы. Наверное, этим и отличается в целом поэзия от любой другой организации текста, речи, языка и смысла. В поэзии гораздо больше степеней свободы и для читателя, и для того, кто ее делает. Мне кажется, это отличное завершение как раз-таки нашего вечера. Вопросов у нас больше нет, только благодарности в огромном количестве. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами, что пришли на лекцию, надеемся, что вдохновили вас творить самим и прийти на наш курс и тоже поучаствовать в нем. Спасибо большое, Алексей, это было потрясающе. Я думаю, тут я расскажу за всех участников чата. И всем, друзья, хорошего вечера, ждем вас на курсе. Спасибо огромное за внимание и за отличные вопросы. С вами было очень интересно. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok